Всем привет! Меня зовут Влад. Привет! Я Таня. А я Лена. Мы все работаем в банкеру. И это наш подкаст об инвестициях. Это к деньгам. Хотите начать инвестировать, но не знаете как? Мы тоже. Давайте разбираться вместе. Друзья, всем привет! Я с радостью представляю вам сегодняшнего нашего гостя Евгений Борисович Коган. Профессор высшей школы экономики, инвестиционный консультант с большим стажем и автор телеграм-канала БитКоган. Я всегда не устаю повторять, что это мой любимый телеграм-канал. И мы с моим сыном, который тоже занимается инвестициями, с радостью его читаем, обсуждаем практически каждый вечер на кухне. Евгений Борисович, здравствуйте! Да, добрый день! Добрый день, ребят! Сегодня у нас наш выпуск посвящен... Наконец, мы в прошлый раз открыли брокерский счет, перели туда деньги. Как нам и обещали все брокеры в своих рекламах, это оказалось легко. Но оказалось, что самое главное-то засада начинается дальше. То есть деньги мы перевели, а что делать с ними мы не понимаем. Можете ли вы нам рассказать, как вообще начинающему инвестору действовать дальше? Ну, вы знаете, в действительности перевести-то деньги несложно. Самое главное-то дальше с собой договориться. Основная проблема состоит в том, что 90% нашего населения сидели в депозитах в банках. И, собственно говоря, альтернатив не было никаких нормальных. В тот момент, когда народ осознал, что, ой, что-то процент маленький, и реальная ставка, она плюс-минус то же самое, что инфляция, и реально она равна нулю или стремится к нулю, народ побежал пытаться что-то делать на ценных бумагах. Отлично! И тут он осознал, что перед ним не маленькая лужица, а гигантский океан инвестиций, в котором есть все. Можно поймать и Сайру, и Скумбрию, а можно столкнуться и с акулами. И вот как с этим быть? А с этим все очень просто. Для начала определиться, мы идем ловить ставридку или охотиться на акул со всеми вытекающими. Переведу на русский язык свои мысли. Мы идем на фонды вороны. Зачем? Чтобы сберечь свои деньги? Отлично! Тогда есть понятный и очень конкретный и, ну, вразумительный, скажем так, инструментарий. Это прежде всего мир облигаций. И если мы говорим про самое надежное, то это мир государственных облигаций, если мы говорим про Россию особенно. Или мир корпоративных облигаций, ну, надежных. Тогда понятно, мы сидели в депозитах, мы перешли на более надежный даже, чем депозит вещь, а именно государственные облигации. Вариант номер два. У нас есть гигантский мир корпоративных облигаций. В России очень неплохой рынок корпоративных облигаций, но нам ведь этого мало. Мы ведь в казино хотим. Тем более мы же слышали, что сосед по даче или там друг зарабатывает, как выясняется, целый процент в день, по крайней мере, он это говорит. Так и хочется вспомнить старый анекдот и сказать ему, слушай, ну, и мы говорим, нет, мы же пускаемся во все тяжкие. И тут же начинаем реагировать на рекламу различных жуликов, которые предлагают все, что угодно. Но это уже экстремальный случай. Это просто взаимодействие людей с мошенниками, которых развилось много. Давайте возьмем не мошенников, давайте возьмем такую штуку, которая называется трейдинг. Приходят люди, курсы организовывают и рассказывают нам, вы знаете, вот если заниматься трейдингом, то можно заработать и 15, и 20, а иногда даже 30% годовых. Да, можно, но проблема в том, что трейдинг – это спекуляция. Во-первых, это очень рискованно. Во-вторых, это очень нервно. Если вы мне задаете вопрос, что нам надо делать и как, в первую очередь договориться с собой, о чем мы занимаемся. Евгений Борисович, а вот вы говорите, что надо договориться с собой. Это все инвестиционные консультанты, ну, не все многие, да, говорят о том, что надо начинать вроде как с определения инвестиционного профиля. И, по-моему, даже я у вас читал в Телеграм-канале один из постов, где вы говорите, что вы с этого начинаете, когда с своим клиентом работаете. А что это такое? Что такое инвестиционный профиль? Вот смотрите, вот вам, наверное, где-то лет 35. Очевидно, у вас есть ребенок, может быть, дети. Значит, у вас есть, очевидно, жена. И раз есть жена, то есть определенные потребности. То есть, какой ваш инвестиционный профиль молодого человека, который может себе позволить, наверное, чем-то рискнуть, но, с другой стороны, имеет достаточно еще времени, это инвестиционный профиль человека, который, ну, может себе позволить какой-то риск определенный. И об этом риске мы с вами можем разговаривать, определяя в нашем разговоре, собственно говоря, вот какой этот уровень риска. Иначе говоря, ваш инвестиционный профиль. Вот, понимаете, поэтому есть определенные баллы там, но это все уже начинается математика, а это все уже немножко другое. Так вот, определить, что вам можно делать, а что нельзя, это и есть инвестиционный профиль. Разобраться в том, какой инструментарий вам подходит, это следующее. Потому что из этого инвестиционного профиля следуют инструментарии. Рискованные, нерискованные, спекулятивные, так сказать, консервативные и так далее. Все очень просто. Евгений Борисович, а вы можете вот прям вот прям в эфире попробовать, например, для Тани, для Лены, помочь им определиться с их профилем? Девушки-существа такие, знаете, творческие, им всегда что-то неожиданного хочется. Если серьезно, то давайте попробуем. Ну что, с кого начнем? Ну, давайте с меня, давайте с меня. Леночка, давайте вы. Отлично. Лен, скажите, пожалуйста, вот у вас ваши доходы превышают ваши расходы? Я не спрашиваю пока сколько. Да, превышают. Как вы считаете, вы могли бы какую-то сумму ежемесячно откладывать без того, чтобы значительно изменить, менять, ухудшать свое качество жизни? Да, да, могла бы. Отлично. Скажите, пожалуйста, а для чего? Зачем вам нужно было откладывать? Вы хотели бы купить квартиру или на пенсию? Вот каково ваше кредо? Для чего вы хотите откладывать? Или непонятно, для чего просто хочу откладывать? Как говорится, там разберусь. Да, вот, наверное, хочу откладывать, а на что решу потом? Скажите, а как вы отнесетесь к тому, что в какой-то момент вы протестировали свои деньги и вдруг с ужасом обнаружили, что половина из них не хватает? Биржа – это биржа, риск – это риск. Что-то случилось, неважно. Как вы отнесетесь к тому, что будут потеряны деньги, которые вы с таким трудом и усердием сберегали? Ну, вот я уже коллегам говорила, что те деньги, которые я готова инвестировать на биржи, я с ними изначально простилась, поэтому я, в принципе, готова к риску. А почему? Ради чего? Ну, я не могу сказать, что ради какой-то доходности большой, мне просто пока что интересно посмотреть, как это будет. То есть для вас основная тема – это просто поучиться? Да. Хорошо, ну вот вам и понятен инвестиционный профиль. Типичный, спекулянт, барыга. Я шучу, конечно. Лена – молодая девушка, она хочет попробовать, понять, что такое акции. Вы что-нибудь слышали про акции? Конечно. Разумеется, слышали. Вы что-то слышали про облигации? Ну, разумеется. А что такое динамическое дельта-хеджирование? Ой, нет, 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 спасибо, нет. Понятно. То есть контанга от баквардации вы не можете отличить? К счастью. Наверное, даже, мне кажется, да, к счастью, не могу. Ну, вот мы с вами определились. То есть вы начинающий инвестор, который хотел бы разобраться во многих вещах. Да, я пошутил. Действительно, если вы знаете, что такое баквардация или контанга, это значит, что вы профессионал. Вот. То есть мы с вами примерно определили ваш профиль. Первое. Вы хотели бы рискнуть, вы молодая, вы, если потеряете какие-то деньги, но приобретете опыт, то, в общем-то, это не страшно. И поскольку у вас доходы ваши превышают ваши расходы, вы, скажем так, не умрете, если потеряете какие-то деньги, но обретете опыт. Следовательно, можно присвоить вам звание народный инвестор Российской Федерации, но, ну я шучу, конечно, но тем не менее человек, у которого достаточно высокий риск профиль, но есть нюанс. Вы неквалифицированный инвестор. Это значит, что вам можно идти к любому российскому брокеру и открывать там спокойный счет и приобретать те инструменты, которые можно приобретать неквалифицированному инвестору. Теперь, а сколько и какие инструменты можно приобретать? А в действительности, вы знаете, вот мы, конечно, ругаемся там, вот это нельзя, то нельзя. Чушь это собачья. Неквалифицированный инвестор в России может приобрести огромный набор инструментов, огромный. Так что у вас есть возможности как бы порезвиться. А теперь вы хотите учиться. Прекрасно. Ребята, мир инвестиций полон рисков. Если вы, Леночка, готовы осознавать эти риски и понимать их, и научиться, то да, может быть, вы должны съесть свою порцию, так сказать, того, чего нужно съесть и стать действительно квалифицированным инвестором в плане того, что понять, как реализуются эти риски. Вот, Влад, вы мне задали вопрос, с чего начать? А начать с того, что осознать, какие бывают риски, насколько они страшны. Вот не спеши, акции от тебя не убегут, фондовые рынки не убегут. Не сегодня, так завтра что-то будет интересное, там постоянно что-то бывает. А тот, кто торопится, он обычно теряет. Вот как-то так. Так, Евгений Борисович, спасибо. А, Таня, можете такое же чудо сотворить? Да, я уже боюсь. Танечка, ну я же добрый, я же это с собой не кусаюсь. Да нет, я не вас боюсь, я вообще боюсь всего того. А давайте по-другому сделаем эксперимент. А давайте я попробую создать ваш портрет. То есть есть вот Лена, а есть Таня. И, допустим, Таня прямая противоположность Лене. Представим себе ситуацию, что у Тани есть, скажем там, родители, которым нужно помогать. Есть брат, которому нужно учить. И нет возможности инвестировать деньги. Но Таня говорит, вот, я заняла денег, потому что я считаю, что надо заработать. И можно заработать. И вот я пришла с этими занятыми у кого-то деньгами. Ну, допустим, даже без процентов. Я пришла вот с миллионом рублей, потому что мне надо заработать, надо там, допустим, брату дать образование, надо помогать родителям. Я хочу, чтобы этот миллион рублей работал и принес мне счастье в жизни. Вопрос первый. Имеете ли вы право рискнуть? Вот как Лена. Да нет, конечно. Нет. Ну, вот вам простой ответ. На заемных деньгах рисковать нельзя. Значит, мир акций, по крайней мере, в короткую, для вас исключен 100%. Значит, для вас открыт только мир очень надежных облигаций и мир государственных облигаций. Все. Даже вопрос. Вы говорите, ну, ладно, я знаю, золото вырастет. И я вот вложусь в золото, потому что что может быть надежнее золота? Пощупать его можно, погладить, на зубы взять. Хорошо. Блестит потрясающе. Вот куплю-ка я золото, будет сейчас инфляция, и точно золото вырастет в два раза, я тогда верну этот миллион рублей, и у меня еще останется миллион, и всем будет счастье. Все поженятся. Я вам задаю простой вопрос. Помните, как поет Слепаков в своей песне? А что, если нет? Ну, он про нефт поет, но это не важно. Так вот, а если золото не вырастет? А если у нас начнутся дефляционные какие-то моменты? А если в мире начнут поднимать процентные ставки? А если мировой фондовый рынок упадет? Следовательно, даже в золото вы не имеете права вложить. Поэтому вот ваш инвестиционный профиль. Вы не можете себе позволить. Ничего. Ну, как ничего? Почему? Пожалуйста, купите хорошие, например, корпоративные облигации РЖД. Ну, поезда у нас все равно ездить будут. Если, допустим, облигации РЖД, ну, я, к примеру, сейчас говорю РЖД, дают не как гособлигации, допустим, там, пять годовых, а пять с половиной даже. Ну, окей, замечательно. Вот вам надежно и ликвидно, и чуть-чуть больше, чем гособлигации. А если вы нашли, например, хорошие облигации, ну, просили по какой-то причине. Там, может быть, чуть менее надежные, но, тем не менее, хорошие корпорации. Но облигация дает, скажем, семь с половиной процентов. Ну, вообще шикарно. Пожалуйста, это можно. Вот вам инструментарий. То есть, таким образом, выяснив ваш инвестиционный профиль, мы с вами смогли определить, что, собственно говоря, вы можете делать. Спасибо, Евгений Борисович. Спасибо. Отпускаю вас. Спасибо. Удачных вам инвестиций. Вам тоже. Ну, спасибочки. Давайте, пока, ребята. Хороших инвестиций, хорошего дня. Спасибо. Ты расскажи, вот, чем у тебя прошлый опыт-то твой закончился? Мы остановились на том, что у тебя, это, биржа не хотела тебя видеть. Мы остановились в прошлый раз на том, что меня не зарегистрировала московская биржа. Все произошло точно так, как сказал молодой человек, которому я позвонила. Он сказал, что попробуй в 13.30, если в 13.30 не получится, попробуй в 15.00, в 13.30, у меня все получилось. И я купила один лот акций московской биржи, это 10 штук. Вау. Да, но я все это время в минусе нахожусь. Ужас. Ну, то есть я была в робком плюсе там в какой-то момент, я просто уже перестала туда заходить, потому что мне иногда начинает казаться, что вроде все хорошо и все зеленеет, но не тут-то было. И краснело оно, поскольку сильнее, чем зеленело. Я, ну, глобально за это время, вот за неделю, я в минусе. Ну, это же такое виртуальный минус и виртуальный плюс получается. То есть главное, что у тебя есть 10 акций московской биржи. Вот. Если ты их не продаешь, как бы, в деньги, да, то ты фактически еще их не потеряла. Ну, на самом деле я потеряла всего процент за это время. Ну, ну. А у тебя там что с твоими, у тебя там что было-то? У меня был Сбербанк. Ага. А Сбербанк, по-моему, тоже плохо себя чувствует, да? Нет, он там чуть-чуть подрос. А твои три Газпрома? Три Газпром вчера падали. Ай да, а я же прошла еще один урок в приложении про облигации как раз. И мне дали одну акцию М-видео. Вау. Да, но там акция такая, что тебе нужно в течение трех месяцев их вывезти в рубли. Продать. Да, продать. Но есть условия, тебе надо в течение этого времени купить бумаг там или чего-то на минимум на 15 тысяч рублей. Ага. То есть они как бы их еще не до конца тебе дали, получается? Надо ускориться еще. Чуть-чуть подкупить. Да. Я вам представляю крутого инвестора, замечательного консультанта, адского трейдера. На самом деле шутка. Марина, моя старая знакомая, друг, коллега по одному там месту работы, в общем. Марин, привет тебе, спасибо, что пришла. Вот. Мы тебя позвали, чтобы тебя немножко помочь, потому что ты, ну, некоторое время инвестируешь. Вот. И у тебя, кажется, это получается. И в то же время ты непрофессионально этим занимаешься, если там нормальная обычная человеческая работа, то есть для тебя это как бы как хобби, как дополнительный какой-то источник заработка. Ты этим очень похожа на нас, я думаю, похожа на там многих наших слушателей. Да, все так и есть. Давай начнем с самого начала. Расскажи, пожалуйста, как тебе вообще пришла мысль начать инвестировать и долго ли ты собиралась с духом? Я случайно попала на один финансовый форум и там узнала очень много всего интересного. Там были американские миллионеры, они прям очень крутые, они рассказывали много всего интересного, как заработать, как правильно воспитать в себе финансовое мышление. Вот. И мне все это очень задело, прям очень понравилось. И я решила, что у моей стратегии будет 70% дохода должны составлять инвестиции. Ого! Ну да, это как бы цель такая идеальная, но пока что я начала с самого маленького. Я начала откладывать там какие-то по 5 тысяч рублей в месяц на то, чтобы открыть брокерский счет себе. Вот, потому что изначально, когда я пошла на этот форум, я жила от зарплаты до зарплаты. А форум это мероприятие, а не площадка в интернете, где люди там... Да, это было такое мероприятие, да, организованное. Я просто случайно выиграла туда билет. Ух ты, круто! А давно это было? Это было два года назад. Так, ты начала откладывать по 5 тысяч, а потом, ну, типа ты сразу открыла счет или накопила какую-то сумму? Ну да, я сразу открыла счет. Я очень хотела это все делать, но денег не было. И поэтому пришлось вот так вот копить. Параллельно я смотрела, что я буду покупать, где я буду торговать. Ну и, наверное, через пару месяцев я уже открыла брокерский счет. По поводу брокерского счета хотела спросить, а как выбирала ты брокера? Я на самом деле выбирала брокера очень долго, потому что у меня счета у пяти брокеров, и я зашла во все, которые на слуху, зашла, чтобы посмотреть, как мне нравится интерфейс. Я заводила туда по тысяче рублей, покупала, продавала, выводила деньги, смотрела, как все это происходит. В общем, такой своего рода мониторинг провела. А какую ты самую первую акцию, бумажку купила? Самую первую бумажку я купила компанию Adobe, потому что я дизайнер, и я работаю в этих программах. Я знаю, для кого они нужны, я знаю, кто им пользуется, я прям все знаю про этот продукт. Одна акция тогда стоила 266 долларов, это примерно на тот момент было около 15 тысяч рублей, и у меня на нее не хватало. Еще когда я захотела ее купить, она немножко выросла в цене, и мне пришлось ждать, пока она упадет. Но потом как-то у меня случайно небольшая подработка была на 2000 долларов, я все эти 2000 долларов закинула в акции, и после этого у меня все пошло как по маслу, все покупала, продавала, дальше прям вот инвестиции пошли в гору. Сейчас у тебя не только Adobe, да? Ты сейчас еще что-то покупаешь? Да, конечно. Adobe я, конечно, больше всех покупаю, потому что Adobe составляет, наверное, 50% моего всего портфеля. Я знаю, конечно, что так нельзя делать, что правильные инвесторы должны диверсифицировать свой капитал, но я просто очень верю в эту компанию. Она за последний год выросла на 85%, но у меня такой выручки нет, потому что я докупала акции, и у меня выручка с нее около 50%. А если бы я купила год назад и все эти акции, которые у меня сейчас есть, тогда была бы прибыль 85%. А как вообще вот пришла эта идея про Adobe? Почему именно эти бумаги? Наверное, потому что это то, что я знала лучше всего, как Орен Баффет говорит, что нужно инвестировать в то, что ты знаешь. И я не планирую даже продавать эти бумажки, я планирую дальше их покупать и покупать. То есть на то, что покупаю и продаю, я делаю это с другими компаниями, получаю доход, а Adobe я только держу. А где ты находишь вот эти инвестиционные идеи про другие компании? Ну, я по-разному делала. Вообще гуглила самая доходная компания NASDAQ. По списку прям проходилась, некоторые покупала. А как ты понимала, что вот эти надо покупать, а эти типа нет, не было? Смотрела, чтобы они в прошлом. Я, конечно, знаю, что инвестиции в прошлом не дают доход в будущем, но все-таки я смотрела, как акции вели себя в прошлом, как они вырастали после падения. И, например, если они сейчас упали, есть ли вероятность, что они вырастут? Какой-то такой небольшой поверхностный анализ я делала. А есть вот среди этих компаний еще какие-то, может быть, бренды, которыми ты пользуешься также активно? Да, много разных было, но у меня с ними совсем другие отношения. Например, я купила компанию MasterCard, я ее держала, наверное, полгода, она немножко упала, немножко поднялась. И я решила, что этот доход такой, там, меньше 10%, он мне не нужен. Я люблю, чтобы у меня прям пахло моим доходом. И я ее продала. Да, так покупаю в основном то, в чем я разбираюсь, то, что я понимаю. Я знаю, что нужно диверсифицировать, и я стараюсь разбираться в каких-то еще смежных сферах, читать про компании, как они себя ведут, графики смотреть. У тебя больше зарубежные компании или наши российские тоже есть? Я пробовала с российскими работать, но у меня как-то не пошло. У них такими маленькими темпами идет доход, что меня это не очень устроило. А нам надо рубить, да, прям побольше, побольше и побыстрее. Ну да, все-таки доход, там, 40%, намного приятнее, чем доход 10%, который можно, в принципе, на каких-то вкладах и облигациях заработать. Марина, просто, мне кажется, вот, если мы сегодня говорили там с Евгением Борисовичем про вот эти профили инвестиционные, Марина, мне кажется, больше, ну, такой, более рисковый, что ли, вес. Да, Марин, ты боишься рисков? Ну, я не боюсь, у меня, кажется, у меня есть какая-то сумма такая, которую я не боюсь потерять. И в рамках вот этого своего риска я действую. Вот, ты молодец. Марин, спасибо большое, что пришла, очень интересно было. Удачи тебе в твоих инвестициях. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Пока. Пока. Пока-пока. Ну, слушайте, я хочу американскую акцию. Я тоже. Короче, я пойду Apple куплю. А, подождите, а я пойду куплю Apple. А у меня же счет-то в рублях. Попробую конвертнуть. Это, кстати, самый же выгодный способ покупки валюты из всех возможных. Потому что, ну, считай, ты как будто по курсу ЦБ их покупаешь. О, я не могу купить брокерского счета. А вот если со своей обычной карты? О, и с обычной карты не могу. У меня там все это сереньким. Я не хочу, честно говоря, покупать абы какую американскую бумажку. И поэтому, Влад, расскажи, где ты смотришь идеи. И мы тогда посмотрим тоже. Да. Где смотреть? Давайте я сейчас... Ну, во-первых, я честно скажу, я вот читаю и очень люблю канал Евгения Борисовича. Он называется BitCogan. Он там пишет про всякие инвестиционные идеи, про бумажки. В основном он торгует на американских всяких рынках. А, ну вот, то есть американскую бумажку там можно подсмотреть. Можно, да. Но у него там не будет вот этих ваших Эпплов и Адобов. У него не будет. Он там очень такие интересные всякие. У него, знаете, например, канадские производители марихуаны. О, чтобы весело было. Вот. Или там еще какие-нибудь компании, которые используют зеленые технологии. Ну, там есть ибо такие более привычные какие-то истории, типа с нефтью, которые... Ну, короче, там у него очень большой этот самый, разнообразный. Вот. Потом еще что есть. Есть такое... А, что касается облигаций, вообще офигительно классный канал. Янга ProBonus называется. Вот. Они пишут про облигашки, только про облигации. Но у них прям прикольно. Тоже очень понятно все. А, ну есть вот, кстати, ты, Тань, в Тинькове. У тебя есть Тиньков Инвестиций канал. В канале Телеграма у них, в принципе, вполне себе такая прикольная штука. Вот. Пока я предлагаю, вот, может быть, на этом остановиться. Ну, есть еще сайты, может быть, брокерских компаний, где можно заходить, смотреть всякие идеи инвестиционные, которые аналитики делают. Например, есть сайт БКС-экспресс. Вот. Они там, ну, в БКС-нике вообще такие достаточно приличные ребята. И вот они здесь, ну, новости. А, вот у них есть раздел инвестидеи прямо на сайте. И там все. И наши бумажки, не наши. Вот здесь сейчас про Oracle. Я прям зашел, вижу про Oracle, Морган Стэнли. Вот. Можно, в принципе, там БКС-экспресс. Или там на Финаме еще. Финам.ру. У них тоже есть раздел с инвестиционными идеями. Можно там по это самое покопать. У меня, знаете, какая мысль? Сейчас будет вторая волна. Поэтому я пошла смотреть все вот эти компании. Из наших я, допустим, присматриваюсь к Mail.ru. Ну, там еще я читала про них, что они по сравнению с Яндексом, допустим, недооценены по ряду параметров. Может быть, это интересная идея. Вот именно тех, кто связан с технологиями, рассматривать сейчас, когда, возможно, будет второй локдаун. То есть ты делаешь ставку на то, что в локдауне компании будут технологически расти из-за... Ну, как вот в прошлый раз это все было. Да, но я вот, допустим, насчет Zoom не уверена уже. Zoom, он... А тут вот надо... Тут вот если прям совсем уже погружаться, там надо уже... Есть такая штука страшная, мультипликатор называется. Это когда цена акции сравнивается с какими-то финансовыми показателями. Ну, например, там стоимость компании сравнивается с ее прибылью. То есть мультипликаторы – это не люди, которые делают мультики, это что-то другое. Сейчас просто в моей жизни что-то поменялось. Мультики тоже делали. Вот, но вообще, ну вот в инвестиционном мире, да, это соотношение цены акций с какой-нибудь финансовым, значит, каким-то финансовым показателем компании. Ну, вот капитализация, стоимость компании, да, и, например, и прибыль ее. И выясняется там, например, сейчас какая-нибудь, что у Zoom, а не знаю, там, ее стоимость – это 50 прибыли. И это сумасшедшее соотношение. То есть там, ну, то есть компания будет 50 лет выплачивать свою стоимость. Вот, поэтому, и там, когда мы берем, ну, то есть, как бы 50 прибыли – это много ли мало, непонятно. Но если мы возьмем, например, вот Яндекс и Мейл.ру, да, сравнимые компании, и посмотрим, сколько там прибыли стоит Яндекс, сколько прибыли стоит Мейл.ру, мы уже можем понять, насколько там вот они оценены или переоценены относительно друг друга. Я вот зашел на сайт Yahoo Finance и хочу сказать, что очень удобная здесь вообще штука сделана. Тут вот эти всякие, ну, ключевые параметры, они выводятся в Summary. И здесь есть, в частности, такая штука PE Ratio, вот так вот на английском. Это, я так понимаю, отношение как раз цены акции и прибыли Earnings. У Zoom вот это вот страшное отношение цены к прибыли – 655, а у Мейл.ру всего лишь 50. А что у Тани там с валютой? Ничего, я не могу. Давайте звонить в Тиньков, прекрасного колл-центра Тинькова. Здравствуйте, Игорь. Подскажите, пожалуйста, я вот хочу купить на свой брокерский счет доллары. У меня сейчас открыт рублевый счет. А как вот мне долларов-то туда добавить? Давайте я это прям сделаю сейчас с вами. А то я тыкала-тыкала. Ага, открыла. Да, она вот у меня серая. А, все, поняла. Ага, а сейчас я могу купить сколько хочу. Вот знаете, Игорь, вы не поверите. До моего звонка вам у меня было написано, что количество лотов, один лот равное одному доллару, доступно ноль у меня было. А вот теперь мне доступно 370, представляете? Это просто волшебный звонок вам. Спасибо вам большое. Слушайте, это вообще, вот что было-то я не поняла. У меня было до этого реально доступно ноль. Так, при покупке, вот смотрите, комиссия, при покупке 200 долларов будет комиссия 46 рублей. Нормальненько. Ну а что мне делать-то? Что, ну придется платить вы 46 рублей. Я купила. Так, и что, ты можешь на них купить-то что-нибудь? Ну я пойду еще посмотрю, что я буду покупать. А, хитренькая какая. Что, прям хочешь, чтобы я сейчас купила? Да нет, я не наставлю, нет, почему? Слушай, ты дайте я тоже что-нибудь куплю, а то она все покупает и покупает. Давайте я вот мой лору как раз куплю. Ну давайте. Хочется как-то мне покупать. Да вот вы не поверите. Только я их купила. Я покупала, да. И он, и у него упал, он упал на 10 копеек. У меня все время так, Тань, не расстраивайся. Хоть сволочь-то какой. У меня все время так. Они как будто, знаешь, ждут, что мы придем и купим. Да, да. Ну я вам хочу сказать, что она стоит две с лишним тысячи рублей. Главное не долларов. Штука. Ну а она одна штука. Ну отлично, да, недорогие акции. А почему можно от бутов купить? А, в лоте одна штука? Да, в лоте одна штука. Ну все. Что, купила что ли? Купила, да. Ну она, кстати, расписка. Да. Что значит расписка? Ну, грубо говоря, расписка – это тоже ценная бумага, которая выдается на определенное количество акций для того, чтобы их можно было на других биржах покупать. Я, насколько понимаю, Мэлрушка, она, ну, выходила на лондонской бирже, у нее было вот этот IPO, и для того, чтобы ее можно было на других биржах, они специальные такие вот, как бы, да, как бы делают расписки. Форма такая, как бы, ценная бумага. Ну, то есть это такая же акция, там, те же права, все абсолютные. А, все, я поняла. Ну мне, кстати, в начале от этих слов было страшно. Прям какие-то ругательные. Это был подкаст «Банки.ру». Это к деньгам. Считается, что начинать инвестировать лучше всего с облигаций, потому что они больше всего похожи на привычные нам банковские вклады. В следующем выпуске попробуем разобраться, как они работают и при этом не умереться с культами. Подписывайтесь на нас в приложениях, в которых вы привыкли слушать подкасты, и ставьте оценки, оставляйте комментарии и пишите нам письма на подкаст собакобанки.ру. Пока-пока! Пока!